Всем привет и добро пожаловать на мастер-класс по вязанию очень красивой квадратной корзинки крючком от магазина Клубки в корзинке. Также заходите в гости на мой канал Секреты вязания от Ирины Акман, где вы сможете увидеть разнообразные мастер-классы по вязанию не только корзинок, а и других интересных вязаных вещей. Для вязания нашей корзинки нам понадобится трикотажная пряжа Селена, у меня два моточка цвет номер 011, такой лавандовый цвет и одна бобинка цвет 005, нежно-нежно-розовый оттеночек. Также понадобится крючок номер 10 и еще пригодятся вот такие обычные маркеры, 4 штучки будет достаточно. Вы можете бобинки взять любого цвета на ваш вкус, подберите под интерьер вашей комнаты, чтобы корзинка красиво вписалась, так сказать, в этот интерьер. У меня в одной бобинке производитель указал 95-100 метров пряжи. Начинаем вязание корзинки с донышка, я буду начинать ниточкой селенивого цвета, а вы уже смотрите самостоятельно, каким цветом хотите, такими начинайте. Делаем первую петельку, скользящую петельку сделали, провязываем одну воздушную петлю, вот так. И теперь в эту скользящую петлю нужно провязать 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре. У вас должно получиться 8 косичек сверху, если считать, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, 8 столбиков мы провязали и теперь нужно присоединиться соединительной петлей в вершину самого первого столбика без накида. Вводим крючок и присоединяемся соединительной петелькой, вот так. Теперь берем вот этот кончик пряжи, что остался, и очень туго стягиваем наше полотно, для того, чтобы в центре нашего донышка не было дырочки никакой. Так, вяжем следующий ряд, провязываем одну воздушную петлю для подъема на следующий ряд. И так как корзинка у нас будет квадратная, то мы сейчас сделаем 4 уголка. В первый, вот этот вот столбик нижний, нужно провязать 3 столбика без накида. Раз, два и три. И теперь нам понадобится маркер и вешаем его, вот этот центральный столбик без накида, в его вершинку, он получается посерединке среди этих трех. Дальше в следующую вершину провязываем 1 столбик без накида. Дальше в следующую снова вяжем 3. Раз, два и три. Так, снова мы берем маркер и вешаем вот этот центральный из трех, вот так. Дальше снова вяжем 1 столбик без накида. И в следующий снова 3. Раз, два и три. Берем третий маркер, снова вешаем вот так. Видите, получилось уже у нас 3 уголка. Снова 1 провязываем столбик. И последний, четвертый уголок вяжем. Раз, два и три. И вешаем так же сюда маркер. Теперь между вот этими уголками нужно провязать 1 столбик без накида. И дальше мы присоединяемся вот сюда вот, в вершинку первого столбика соединительной петлей. Готово. У нас получился вот такой вот маленький квадратик. Вяжем следующий ряд. 1 воздушную петлю для подъема на следующий ряд провязываем. Дальше. Вот в эту вершинку, куда мы присоединились, провязываем столбик без накида. Дальше маркер убираем. И в эту вершину, где был маркер, провязываем 3 столбика без накида. Раз, два и три. Снова мы берем маркер и вешаем вот сюда, в центральный из трех. Дальше вяжем просто столбики без накида, без каких-либо прибавлений. Два. Довязываем до следующего маркера. Убираем его. И в эту вершинку, где был маркер, вяжем 3 столбика без накида. Раз, два. И три. Снова берем маркер и вешаем на вот этот средний столбик из трех. Таким образом вяжем весь ряд. На этих уголках поступаем так же, как и здесь. Довязываем ряд до конца. Провязала я вот последний столбик и присоединяю самую первую вершинку соединительной петелькой. Вот так. Следующий ряд вяжем. Воздушная петля. В эту же вершину, куда мы присоединились, провязываем столбик без накида. Дальше в каждую вершинку до маркера вяжем по одному столбику без накида. Довязали до маркера. Снимаем его. И в эту вершину, где он был, провязываем 3 столбика. Раз. Два. Три. И вешаем вот сюда, в центральный из трех маркер. Снова довязываем до следующего маркера. И как вы заметили, у нас постоянно между маркерами увеличивается количество столбиков без накида. Так. Убираю маркер. Провязываю сюда 3 столбика без накида. Раз. Два. И три. Так. Поправляем и вешаем сюда маркер. Вот так. Там, где висит маркер, это у нас угловой столбик без накида. Таким образом вяжите до конца ряда. Вяжу последние два столбика в этом рядочке. Так. Последний. И присоединяюсь в вершинку первого. Соединительная петелька. Вот так. Видите, вот у нас этот небольшой шовчик. Он будет совсем незаметный. И наш квадратик уже стал побольше. Растяните немножко вот так вот края. Вот так. Видите, получился квадрат. Дальше каждый ряд вяжется абсолютно одинаково. Таким же образом, как я вам показывала. Поэтому вы вяжите самостоятельно квадрат до нужного вам размера. Если хотите, можете сделать такую маленькую корзинку. Вот давайте ее измерим. Она вот 14-15 сантиметров почти. Видите, донышко. Хотите, сделайте побольше. Уже на ваше усмотрение. У вас будет постоянно между вот этими угловыми столбиками увеличиваться количество столбиков без накида. И таким образом я буду продолжать вязание и встретимся, когда уже свяжу квадратик нужного мне размера. Связала я вот такой вот квадратик сантиметровой ленточкой. Давайте измерим. Почти получилось вот 28 сантиметров. Посмотрите, какой получился аккуратный шовчик в месте, где мы присоединяли начало и конец ряда. Так. И теперь мы будем продолжать вязать в этом же направлении. Только сейчас мы провяжем первый ряд стеночки нашей корзинки. Мы переворачиваем наш квадратик вот таким образом. Хвостик получается, видите, сверху. И это у нас изнаночная сторона, она кверху. Так. Провязываем одну воздушную петлю. И первый ряд стеночки провяжем за заднюю полупетлю. Вот она. Каждого нижнего столбика без накида. Вот первая полупетля. Вводим сюда крючок. Вяжем столбики без накида за заднюю полупетлю. Вот так. Провязывая таким образом, у нас, видите, меняется направление вязания. Оно начинается подниматься вверх. И довязываем до уголка. Убираем маркер. И в этот угловой столбик провязываем только один столбик без накида. Если хотите, можете повесить, в принципе, вершину этого столбика обратно маркер, чтобы вы видели, где у вас угловые столбики. Вот так. Так вам будет легче вязать. Особенно, если вы начинающий вязальщик. И дальше продолжаем после маркера вязать опять же за заднюю полупетлю. Таким образом довязываем до конца ряда. Довязываю последний столбик без накида. И присоединяю с вершином самого первого. Вот так. Вяжем следующий ряд. Воздушная петля. И теперь следующий ряд и всю корзинку мы будем вязать столбиками в раскол. Это очень красивый узор. Он плотный. И его очень даже хорошо использовать именно для вязания корзинок. Так как красивые получаются стеночки. Ровные, которые хорошо стоят. Вяжем первый столбик в раскол. Теперь мы будем вводить крючок не в вершину нижнего столбика. Вот так вот, как раньше. А вот сюда. Видите? В ножку самого столбика. Вот его ножка. Центр этой ножки. Просто вот так вот вводим крючок в ножку. Захватываем ниточку. Вытягиваем. И вяжем столбик без накида. Следующий столбик. Вот он. Вот его ножка. Вот так прямо в центр. Прокалываем. Вытягиваем. И столбик без накида в раскол готов. Дальше снова. Сюда. И вяжем. Таким образом вяжем до уголка. Маркеры я пока убирать не буду. Чтобы вам было видно, где у нас угловые столбики. Так, на этом уголке. Вот сюда. В ножку столбика прокалываем. Провязываем столбик в раскол. И вешаем обратно сюда маркер. Вот так. Опять, видите, мы не делаем никаких прибавлений на уголках. Просто в каждый столбик без накида нижнего ряда провязываем столбик в раскол. И довязываем таким образом этот ряд до конца. Довязываем последний столбик в раскол. И всегда мы будем, в принципе, присоединяться таким же образом, как я вам показывала, соединительной петлей в вершину первого столбика. Посмотрите, какие получились у нас бортики. Вот такие упругие, прочные получились стеночки. Дальше давайте провяжем еще один рядочек столбиками в раскол. Провязали воздушную петлю. В нижний столбик, вот он, ножка его. В центр этой ножки вводим крючок. Вяжем столбики в раскол. Вот так. Довязывайте этот ряд до конца, присоединяйтесь. И потом уже начнем вывязывать сердечки на нашей корзинке. Довязала я рядочек. И вот такой вот вид. Смотрите, какой красивый вид у моей стеночки. Теперь там, где вот этот у нас шовчик, где у нас идет стыковка начала и конца ряда, мы не будем на этой стороне делать никакого рисунка. Мы с этой стороны сделаем сердечко. И напротив, вот здесь вот, сделаем также сердечко. Для этого мы будем использовать пряжу другого цвета. Вяжем воздушную петлю. И для начала мы сейчас провяжем все вот эти столбики. И угловой столбик также провяжем столбиками в раскол. Вяжем угловой столбик. И вешаем на него маркер. Так. Поворачиваем корзинку. У нас между угловыми столбиками, там где висят у нас маркеры, находятся 15 вершинок. Вот этих 15 косичек. Я нарисовала себе очень маленькую такую схему. Чисто схематически. Это наше сердечко. В самом широком месте, вот здесь вот, в самом широком месте сердечко, у нас будет провязываться 9 столбиков в раскол. Это самое широкое место. Плюс с правой стороны у нас остается 3 столбика в раскол. И с левой стороны от сердечка. То есть сердечко у нас будет по центру. Мы начинать будем вязать наше сердечко с самого низа. Вот первый столбик один. Потом видите, 3 нужно провязать. Потом 5 и так далее. Вот этот столбик, это наш центральный столбик на этой стороне. Так как он центральный, значит нам нужно провязать 7 столбиков в раскол лавандовым цветом. И потом 1 столбик в раскол провязывать будем розовым цветом. И потом снова 7 лавандовым цветом. Вяжем 7 столбиков лавандового цвета. 6. Седьмой столбик провязываю, но не довязываю его до конца. Берем ниточку розового цвета, оставляем небольшой хвостик, который мы потом спрячем, цепляем его и довязываем седьмой столбик уже розовым цветом. Вот так. Видите, у нас петелька получилась розовая. И теперь следующий столбик один нам нужно провязать розовым цветом. Эту нитку лавандовую мы просто прокладываем, будем ее просто ввязывать в полотно и вяжем розовым цветом вот так. Опять не довязываем до конца, берем сиреневую и довязываем вот так. Подтягиваем розовую. Теперь мы постоянно будем ввязывать розовую нитку в нашу корзинку, постоянно по кругу, пока не свяжем два сердечка. Дальше вяжем обычными столбиками в раскол, вот так вот ввязывая розовую нитку в полотно. Видите, просто ее прокладываю и ввязываю. Немножко подтягивайте и с изнаночной стороны будет смотреться вот таким образом. Вяжем до тех пор, пока не довяжем до этого места на противоположной стороне. Довязали мы до этого места. Видите, я провязала угловой столбик, повесила маркер. Теперь нужно провязать 7 столбиков в раскол по этой стороне. И при этом мы ввязываем в полотно розовую ниточку, вот так вот. Так, вяжем седьмой, опять его не довязываем до конца. Берем розовую нитку и довязываем розовой, вот так вот. Провязываем центральный столбик нашего сердечка и не довязываем его до конца. Берем сиреневый, довязываем сиреневым цветом. Все, один столбик провязан. Дальше мы вяжем до конца ряда столбиками в раскол с сиреневым цветом. И соединяем начало и конец ряда, как я вам показывала. Так, довязала я рядочек, вяжу воздушную петлю. Приступаем к вязанию следующего рядочка. Снова продолжаем вязывать нашу розовую нитку. И довязываем до места, где у нас должно быть сердечко. В этот раз у нас напротив вот этого столбика, где у нас розовый столбик, будет сверху один розовый. И также справа и слева по одному розовому. То есть по центру нам нужно провязать будет 3 столбика в раскол розового цвета. Эту схему я вам оставлю под видео, поэтому вы можете ее открыть и по схеме, в принципе, можете связать сердечко. Я с вами еще несколько рядочков провяжу, для того, чтобы вам было понятно, как именно вязать это сердечко. Вяжем в этот раз от углового столбика 6 сиреневых столбиков. Вяжем 6 столбик, берем розовую нитку и заканчиваем его вязание розовым цветом. Дальше вяжем розовый столбик, а сиреневый прокладываем и ввязываем в полотно. Вот так. 1, дальше следующий розовый, 2 и еще один розовый. Не довязываем его до конца, берем сиреневый и заканчиваем сиреневым. Видите, 3 столбика получилось по центру. Дальше мы вяжем сиреневым цветом до следующего сердечка и на противоположной стороне поступаем таким же образом. Вяжем следующий ряд, я его уже довязала до уголка, провязываем угловой столбик и вешаем на него маркер, как обычно. Теперь нам до сердечка нужно провязать 5 столбиков в раскол. Смотрите на схему. Видите, у нас в третьем ряду сердечко должно быть провязано 5 столбиков по центру. Можно ориентироваться без схемы, просто смотрите на рисунок и видите, что над этим, например, столбиком и над этим должен быть в следующем рядочке розовый столбик. Так, вот здесь вот уже меняем на розовую. Вот так. И вяжем розовой ниткой. 1, 2, так и еще один. И его мы заканчиваем сиреневым цветом. Вот так вот. 5. Вот что получилось. Мне очень нравится этот узор тем, что видите, столбик получается над столбиком. Полотно очень получается ровное и красивое. Итак, вяжем до следующего сердечка и там поступаем таким же образом. Вяжем следующий ряд, снова довязываем до места, где у нас будет сердечко. И в этот раз по центру уже нам опять нужно провязать на 2 столбика больше, то есть 7 столбиков розового цвета. Итак, я вяжу последний сиреневый, довязываю его розовым, вот так. Теперь розовым цветом 1 и последний розовый мы довязываем сиреневым цветом, вот так. И вяжем дальше сиреневой ниточкой. Довязываем до следующего сердечка и там поступаем таким же образом. Довязывайте дальше по схеме до конца все сердечко. Вяжем предпоследний ряд сердечка, вяжем сиреневый, дальше там, где розовый столбик, опять же вяжем сиреневый и заканчиваем его розовой ниткой. Подтягиваем. Так, дальше вяжем 3 розовых. 1, 2 и 3. Третий заканчиваем сиреневым цветом. Дальше вяжем 1 сиреневый столбик и заканчиваем его розовым, вот так. По центру у нас получается сиреневый столбик. И дальше еще вяжем 3 розовых и заканчиваем третий столбик сиреневой ниткой, вот так. Все, дальше продолжаем вязать сиреневым цветом до следующего сердечка. Теперь покажу, как вяжется последний ряд сердечек. Вяжем сиреневой ниткой. Так, где у нас розовый столбик, первый из трех, опять же вяжем сиреневый столбик и заканчиваем его розовой ниткой, вот так. Дальше вяжем по схеме 1 розовый столбик и заканчиваем его сиреневым цветом. Дальше сиреневых 3, 1, 2 по центру, еще один третий и заканчиваем его розовой ниткой, вот так. И теперь здесь розовый вяжем и заканчиваем его сиреневыми. Дальше вяжем сиреневой ниточкой до следующего сердечка, там поступаем так же. И после того, как мы связали последний ряд наших сердечек, нужно провязать один ряд обычными столбиками в раскол, чтобы у нас было расстояние между сердечками и нашим последним рядочком, который мы провяжем также розовой ниточкой. Сейчас вяжем один ряд с сиреневой ниткой до конца. Розовую ниточку я не обрезала, в начале ряда вот она у меня. Вот что получилось после провязывания одного рядочка с сиреневым цветом после сердечка. Довязываю его до конца и присоединение уже будем делать розовой ниткой, так как мы закончим вязание корзинки розовым цветом. Вот так вот цепляем ее, вытягиваем сюда. Все, сиреневую ниточку можете обрезать. Вяжем воздушную петлю и будем вязать последний ряд нашей корзинки столбиками без накида. Каждую нижнюю вершинку по одному столбику. Если хотите, можете сделать ручки на этой корзинке. Как вязать ручки я уже показывала в предыдущем мастер-классе, перейдите по подсказке, посмотрите. Мастер-класс очень подробный по вязанию круглой корзинки. В принципе, как вязать ручки, там я очень все подробно показала и рассказала. Если захотите здесь сделать ручки, то вяжутся они абсолютно аналогично. Кстати, ниточкой розового цвета вы можете провязать не обязательно один ряд, можете провязать два или больше рядов, как вам больше нравится. Довязываем последний столбик без накида, делаем присоединение. Вот эту петельку вытягиваем, оставляем немного пряжи и нитку можно обрезать. На изнаночной стороне нашей корзинки осталось только спрятать кончики. На одном примере покажу, как это делать. Вы берете крючок меньшего размера, я вот взяла номер 3. Вот эту нитку протягиваем внутрь столбиков. Вот так вот. Делаем такую петельку небольшую. Потом снова цепляем. Вот так вот одеваем петлю на крючок и цепляем нитку и протягиваем через эту петлю. Вот так вытягиваем сюда и очень туго затягиваем. Вот так хорошо затягивайте. Дальше снова протягиваем ножку столбика нитку. И вытягиваем сюда раз. Таким образом протягивайте по колечку и лишнее обрезайте, чтобы не висела никакая ниточка. Так поступайте с каждым кончиком. Или можете прятать любым удобным для вас способом. Как вам удобно, так и прячь ваши кончики. Вот такая квадратная корзинка у нас с вами получилась. С одной стороны у нас получилось сердечко и с другой стороны такое же сердечко. Наполняем нашу корзинку пряжей или чем угодно, чем хотите. И все, наша корзинка готова. Советую вам использовать данный рисунок столбики в раскол при вязании квадратных корзинок. И рисунок хорошо можно вывязать, и сами стенки корзинок получаются такие ровненькие, стойкие. На этом все. С вами была Ирина Акман и интернет-магазин пряжи и аксессуары для вязания клубки в корзинке. С вами был Ирина Акман и интернет-магазин.